Как добраться на работу? Этот увлекательный квест каждое утро проходят жители Новочебоксарска, которые трудятся в Чебоксарах. Транспортную проблему люди пока вынуждены решать сами. Сегодня в 7 утра наша съемочная группа приехала в город Спутник, чтобы увидеть альтернативу переполненным маршруткам и автобусам. В каждом городе есть свои традиции. В Новочебоксарске, например, в порядке вещей голосовать ранним утром на остановке. Особенно, если она расположена почти на выезде из города, как это под названием Дом правосудия. Те, кто ежедневно уезжает отсюда в Чебоксары, говорят, здесь так принято уже далеко не первый год. Одни голосуют, другие подвозят. А почему на этой машине не поехали? Потому что она на Южный едет. Нам нужно в северо-западный, уехать вообще невозможно. Вообще. То есть они подъезжают, говорят, кто куда едет. Мы сами спрашиваем, они говорят. То есть часов до восьми, с семи до восьми только на попутке. Вообще никак. И сколько берут? Так же, как маршрутка. 25-26. Попутки. Ребята, которые едут на работу, любезно соглашаются подвезти. То есть бесплатно просто, да? Нет, почему? По тарифу за проезд тот же самый, по сути дела. А маршрутки вообще с каким интервалом ездят? Честно, не обращал внимания, уже даже не останавливая маршрутки, потому что не вижу смысла. Маршрутка подъезжает переполненная, и на остановке уже очень много народа. Поэтому я даже на это не обращаю внимания, потому что проще остановить попутку и уехать на работу так. У нас сейчас служебный возит, так что нам повезло. А когда не возил? На попутки добирались. А на маршрутку, на автобус здесь вообще нереально? В основном они мимо проезжали, то есть определенное количество людей загрузят и проезжают мимо. Кто-то из водителей маршруток и автобусов все же останавливается. Но шансов доехать до работы или учебы, сидя или хотя бы соблюдая социальную дистанцию, у пассажиров нет. Отсюда только стоят. Ну, в это время только стоят. А обратно? Обратно, зависимо от куда ты едешь. Может быть, сейчас получится сесть. Пообщаться с нашей съемочной группой этим утром отказывались и водители переполненных маршруток, и те, кто любезно предоставлял свое авто попутчикам. Зато все, кто ждал в 7 часов транспорт, охотно рассказывали о своих ежедневных приключениях. Ельниково, Юраково, жители этих районов, например, зачастую едут на городские конечные остановки «Сокол», «Каблучок», чтобы там пересесть на транспорт, который идет в Чебоксары. Сколько можно простоять на остановке и проезжать автобус? Минут 15-20. Точно. Поэтому проблемы, конечно, надо решать. Автобусы нужны на маршрут. Вот. И из Чебоксар не уехать, и из Новочебоксарска не уехать. Вот 5 часов от Чебоксар я, например, вообще не могу уехать. Это вообще проблема. 101-й скорой очень мало ездит. А другие не спасают? Вот маршрутки там... Ну, езжу, потому что приходится ты с 31-го и потом пешком спускаться. Утром маршрутки уже на «Соколе», наверное, полные. «Сокол», «Антей», то есть уже все, дальше не сядешь. И на завтра уезжаем. Хорошего вам дня. Спасибо. Ежедневно, год за годом и в любую погоду, проходя транспортный квест, жители Новочебоксарска все равно улыбаются по утрам и надеются на перемены к лучшему. Уезжая в 8 утра в Чебоксар, и наша съемочная группа тоже взяла с собой попутчиков. Кстати, бесплатно. Ирина Ромадова, Михаил Сорин, Вести Чувашия.